Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Хуан Муниос. Испанский скульптор, работавший в основном с папье-маше, смолой и бронзой. Он называл себя рассказчиком истории. В 2000 году был достоин главной национальной премии Испании в области изящных искусств, знак признания его работы. Скорее после этого, в 2001 году он умер. Родился в 1153 году в процветающей образованной семье в Мадриде. Был вторым из семи братьев. Поступил в местную школу, но ему стало скучно и его исключили. Поэтому его отец нанял поэта, который также был искусствоведом для проведения уроков, что дало Муниосу представление о модернизме. Он вырос при репрессивном режиме Франко. Я цитирую Википедию. В 1970-х годах переехал в Англию, чтобы учиться в Храйдонском колледже и Центральной школе искусств и дизайна. Там он познакомился со своей женой, скульптором Кристины Иглесиас, от которой у него было двое детей. Его брак с Кристиной также сделал его Шурином, номинированным на премию Оскар кинокомпозитора Альберта Иглесиаса. В 1982 году он был удостоен стипендии Фулбрайта и отправился в Соединенные Штаты учиться в Институте Пратта в Нью-Йорк. Его первая выставка состоялась в 1984 году в галерее Фернандо Виджанджо в Мадриде. С тех пор его работы часто выставлялись в Европе и других частях мира. В начале 1990-х начал нарушать правила традиционной скульптуры, создавая произведение в повествовательной манере, которая заключалась в создании фигур меньше, чем натуральную величину, в атмосфере взаимного взаимодействия. Его скульптуры часто приглашают зрителя прикоснуться к ним, заставляя зрителя почувствовать, что они незаметно стали частью произведения искусства. Его грифельно-серые или восковые монохромные фигуры создают своего рода сдержанность из-за отсутствия у них индивидуальности. Но это отсутствие индивидуальности вызывает у зрителя вопросы, возможно даже настолько сильные, что зрителю становится не по себе. Когда его спрашивали о его профессии, Муниус просто отвечал, что он рассказчик. Его первая персональная выставка в Великобритании состоялась в Бристуле, куратом которой был Стивен Снотти. Скульптуры Муниуса создавались в основном из папье-маше, смолы и бронзы. Помимо скульптуры, Муниус интересовался созданием слуховых искусств, создав несколько работ для ради. В одной неопубликованной радиопрограмме он предположил, что есть две вещи, которые невозможно представить. Настоящая есть смерть, и что единственный способ прийти к ним – это их отсутствие. Вот в 2000 году Муниус был удостоен главной национальной премии Испании в области изящных искусств, о которой Муниус сказал. «Думаю, я куплю часы». Муниус скоропостижно скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет в своем летнем доме в Вибице в 2001 году. Его назвали самым замечательным из художников первого поколения, достигших зрелости в постфранкийской Испании. И одним из самых сложных и индивидуальных художников, работающих сегодня. Его работы выставлены в таких галерее, как Музей Угенхайма в Бильбао, Музей Угенхайма в Нью-Йорке, Музей и сад скульптур Хиршхорна в Вашингтоне, округ Колумбия, Институт искусств Чикаго, Тейт Модерн Лондон. Вот так вкратце из википедии о испанском скульпторе, который работал в основном с папье-маше, с малой и бронзой, он Муниус. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»!